Мы с благодарностью приветствуем старейшину Кристоферсона в корме 12 апостолов. Мы всей душой поддерживаем это замечательное первое президентство. Братья и сестры, когда мы получили известие о кончине президента Гордона Хинкли, каждого из нас сразу охватило глубокое чувство потери. Зная, однако, что судьба его была в руках Господа, мы ощутили, как наше настроение переходит от скорби к благодарности. Мы очень благодарны за то, чему мы научились у этого великого пророка Бога. Сегодня на этом торжественном собрании мы исполняем волю Господа, который сказал, что никому не будет разрешено проповедовать Евангелие мое или создавать церковь мою, не будучи посвященным кем-нибудь имеющим власть, и чтобы в церкви было известно, что он имеет власть и был правильно посвящен главами церкви. Этот закон общего согласия действует, и церковь будет идти вперед предписанным курсом. Члены церкви по всему миру поддерживают президента Томаса Монсона и его милых советников. Мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Господь открыл нам, почему Он поставил одних апостолами, других пророками. Это к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе всем мы придем в единство веры и познания Сына Божия. Таким образом, служение апостолов 1 Президентства и 12 должно осуществлять это единство веры и возвещать наше знание об учителе. Наше служение должно благословлять жизнь всех тех, кто познает и последует более превосходным путем Господа. И мы должны помогать людям готовиться к их потенциальному спасению и возвышению. Третий символ веры гласит, что через искупление Христа все человечество может быть спасено по виновениям, законам и таинствам Евангелия. Спастись или обрести спасение, значит, спастись от физической и духовной смерти. Благодаря воскресению Иисуса Христа все люди воскреснут, то есть будут спасены от физической смерти. Люди могут также быть спасены от личной духовной смерти через искупление Иисуса Христа, веруя в Него, живя в послушании законам и таинствам Его Евангелия и служа Ему. Термин «возвыситься» или «обрести возвышение» относится к высшему состоянию счастья и славы в Целестиальном Царстве. Эти благословения могут прийти к нам после того, как мы оставим это хрупкое смертное существование. Время для подготовки к нашему окончательному спасению и возвышению сейчас. В рамках этой подготовки каждый должен сначала услышать и понять Евангелие. Поэтому Евангелие Иисуса Христа приносит всякому племени и колену, и языку, и народу. Несколько лет назад я встречался с вождем одного племени в Африке. Узнав, что его обучает апостол Господа, он был глубоко тронут и сказал, что толпы его людей примут крещение, если только он повели там это сделать. Я поблагодарил его за любезность, но объяснил, что Господь действует иным способом. Обретение веры в Господа – дело личное. Покаяние – тоже личное дело. Принять крещение из Святого Духа можно только лично. Каждый из нас рождается лично. Точно так же каждый из нас лично рождается снова. Спасение – дело личное. Личное совершенствование пестуется в семье, которое занимает центральное место в замысле Творца, определяющем вечную судьбу его детей. Дом должен быть Божьей лабораторией любви и служения. Там муж должен любить свою жену, жена любить мужа, родители и дети любить друг друга. Во всем мире на семью все больше и больше нападают. Если рухнут семьи, то рухнут и многие из наших политических, экономических и социальных систем. Если семьи рухнут, то не удастся достичь их великолепного вечного потенциала. Наш Небесный Отец хочет, чтобы мужья и жены были верны друг другу и уважали и ценили своих детей как наследие от Господа. В такой семье мы вместе изучаем Священные Писания и молимся, и мы фокусируем свое внимание на храме. Там мы получаем высшее благословение, которое Бог приготовил для своих верных детей. Благодаря великому Божьему плану счастья, семьи могут быть вместе навечно, как возвышенные существа. Наш Небесный Отец провозгласил, «Это есть работа Моя и слава Моя осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Обе Его цели стали достижимы через искупление Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Благодаря Его искуплению воскресение стало реальностью, а жизнь вечная – возможностью для всех, кто когда-либо жил. Воскресение или бессмертие приходит к каждому человеку как безусловный дар. Жизнь вечная или целистиальная слава или возвышение – это обусловленный дар. Условия этого дара установлены Господом, который сказал, «Если будешь соблюдать заповеди Мои и претерпишь до конца, будешь иметь жизнь вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих». Среди этих квалификационных условий – вера в Господа, покаяние, крещение, получение Святого Духа, верность таинствам и заветам храма. Ни один мужчина в этой церкви не может получить наивысшую степень целистианной славы без достойной женщины, которая с ним запечатана. Это храмовое таинство открывает для них обоих путь к окончательному возвышению. Нас могут освободить от церковного призвания, но никто не освободит нас от родительских обязанностей. С первых дней человеческой истории Господь повелел родителям обучать Своих детей Евангелию. Моисей писал, «И внушай Божьи слова детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и едя дорогу, и ложась, и вставая, В наши дни Господь добавляет, «Воспитывайте Ваших детей в свете истине». Церковь должна помогать родителям, но не подменять их в их обязанностях обучать Своих детей. В нынешнюю пору необузданной безнравственности и прилипчивой порнографии на родителей возложена священная обязанность учить своих детей важности Бога в их жизни. Этого зла, столь пагубного для Божественного потенциала, дети Божьи должны всемерно избегать. Мы также должны учить детей почитать своих родителей. Пятая заповедь гласит, «Почитай отца Твоего и мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе». Как нам лучше обучать своих детей? Господь дает нам конкретное наставление. Никакая сила или влияние не могут и не должны быть использованы благодаря священству, но действовать должно только убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кротостью и любовью непритворной, добротой и совершенным знанием, которые весьма расширят душу без лицемерия и без лукавства, резко упрекая временами по вдохновению Святого Духа, но после этого проявляя еще больше любви к тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага. Когда ребенка нужно поправить, вы можете задаться вопросом, «Что я могу сказать или сделать, чтобы убедить его или ее выбрать лучший путь?» Осуществляя необходимое исправление, делайте это спокойно, конфиденциально, с любовью и не публично. Если нельзя обойтись без упрека, то сразу же проявите еще больше любви, чтобы не заранить семя ожесточения. Чтобы ваши действия были убедительными, ваша любовь должна быть искренней, а ваши учения должны основываться на божественной доктрине и правильных принципах. Не пытайтесь управлять своими детьми. Вместо этого слушайте их, помогайте им учиться Евангелия, вдохновляйте их и ведите их к жизни вечной. Вы представители Божьи в заботе о детях, которые Он вам доверил. Пусть Его божественное влияние остается в ваших сердцах, когда вы учите и убеждаете. Любое обсуждение семейных обязанностей по подготовке к возвышению было бы неполным, если бы мы ограничились только матерью, отцом и детьми. А как же дедушки, бабушки и другие предки? Господь открыл, что мы не должны стать совершенными без них, а они без нас. Таинства запечатания необходимы для возвышения. Жена должна быть запечатана с мужем, дети с родителями, и все мы должны быть связаны с нашими предками. А что же те, кто не может вступить в брак в этой жизни? Или кто не может запечататься с родителями в этой жизни? Мы знаем, что Господь будет судить каждого из нас согласно желаниям наших сердец и нашим делам, и что благословения и возвышения будут даны всем достойным. Нам, как детям завета, оказана высокая честь. В наших сердцах заложено обещание, данное отцам Аврааму, Исааку и Иакову. Господь сказал, «Вы – законные наследники по плоти, и были сокрыты от мира со Христом в Боге. А потому благословлены вы, если пребудете в доброте моей, как свет иноверцам, и через священство это – Спаситель народу моему Израилю». Эта жизнь – время для подготовки к спасению и возвышению. В вечном плане Бога спасение – личное дело. Возвышение – семейное дело. Как дети завета, мы встретились сегодня на этом торжественном утреннем собрании. Внимание было сосредоточено на священных титулах пророков и апостолов. Но конечная ответственность в подготовке к спасению и окончательному возвышению лежит на каждом человеке, ответственном за личную свободу воли, действующем в собственной семье, носящем другой священный титул матери, отца, дочери, сына, бабушки или дедушки. Да будем же мы, выполняя эти ответственные роли, продвигаться вперед в вере, во главе с Иисусом Христом, чья это церковь, и Его пророком, через которого Он говорит. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!